2022 год народного искусства и культурного наследия народов России. Во многом поэтому программа мероприятий, ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» 4 ноября в Щелковской художественной галерее была направлена на повышение интереса к народному искусству. Так художник Любовь Шершнева дала целых два мастер-класса. Смысл, чтобы люди поверили в добро, чтобы к искусству приобщались, чтобы радость какая-то появилась у людей. То, что как осень, и открытки веселые вышли у детей, и ангелы хорошо получились. Любой желающий, взяв в руки кисти краски, мог прикоснуться к городецкому искусству, народному промыслу, основы которого были заложены в середине 19 века жителями повышского городца. А второй мастер-класс был посвящен основам иконописи. Работа была мне непростая. Было очень сложно. Было очень сложно выделять, разукрасить. Но у меня получилось. Мне очень нравятся картины. И даже я люблю свои рисовать. Отправляю их пароль на конкурсы. Сегодня рисовали не просто ангела, а ангела благое молчание. Я не знала о том, что это ангел, это Христос, который до воплощения на земле. Тоже такое. Мне очень понравился мастер-класс. Огромное спасибо. И давно хотела еще прикоснуться именно к технике, как это делается. Кто хоть раз бывал на лекции Юрия Кушевского, отмечал его талант красноречивый и со знанием дела рассказывать истории о судьбах великих художников. Юрий Кушевский тоже художник, представитель российской реалистической и европейской классической школы. Послушать лекцию о выдающемся Борисе Кустодиеве пришел полный зал. Поскольку основная моя профессия художник, то такая акция, как «Ночь искусства» – это практически мой профессиональный праздник. Пользуюсь простым русским правилом «Своя рука владыка» и рассказываю только о тех художниках, которые мне нравятся, которые меня зажигают. А раз они нравятся мне, то я могу заставить загореться ими кого-то еще иначе не бывает. В эти дни в галерее работает выставка графики, отпечатки времени, высокая печать, совместный проект трех художественных галерей Щелковской, Химкинской имени Горшина и галереи Красноармейска. В ретроспективе работ прослеживается история развития техники гравюра от контрастных монохромных до полноцветных живописных, относящихся к технике высокой печати. Выставка закроется 13 ноября. В прошлом году была глубокая печать это афорты, мецетинта, ну и все, что вот гравюр на металле. А в этом году вот линогравюр, гравюр на пластике и как раз попадает сюда наш известный и любимый художник наш Щелковский Ирина Воробьева, гравюр из картона, то есть уникальная техника. Под занавес «Ночи искусств» в галерее прозвучали песни из кинофильмов Эльдара Рязанова. Вокальный коллектив «Муза» Центрального дворца культуры посвятил свою программу 95-летию кинорежиссерам. «Налёкий, милый, в нём невысокое окно, наверное, там про нас забыли, давным-давно, давным-давно, давным-давно». Картины и живая музыка – новый формат, который пробует галерея для привлечения всё новых и новых посетителей. Михаил Налётов, Сергей Васильевский, Щёлковское телевидение.